Самое уязвимое место вековой усадьбы Дюрингера – крыша. К такому заключению пришли студенты политехнического университета. Ребята под руководством заведующего кафедры архитектуры и реставрации Александра Ибрагимова исследовали объект культурного наследия. Обмеры конструкции главного дома и их оценку ребята производили на протяжении нескольких недель. Тщательным образом осмотрели фасады, подвал и крышу. Всю собранную информацию обобщили в подробном отчете о техническом состоянии объекта и представили сотрудникам Департамента культуры и культурного наследия. Наши предки строили на века. Он как раз простоял век, я думаю, что он простоит еще один век. Но здание надо, безусловно, надо привести в порядок. Порядок заключается в том, что сделать новую кровлю, кровельную систему. Сделать отмазки, водоотведение от него. И, естественно, сохранить весь его архитектурный облик, восстановить лепнину, восстановить фасады. Но, по идее, страшного ничего нет. То есть, внезапным обрушением конструкции на сегодняшний день не грозят. Усадьба Дюрингера – первый объект, где свои усилия для спасения памятника объединили представители Департамента культуры и студенты политеха. Подготовленные в УЗИ документы теперь будут переданы профессиональным реставраторам, которые на основе собранной информации сделают проектно-сметную документацию. Средства на ремонт готического замка будут выделены в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В департаменте ЖКХ пояснили, что работа уже ведется. Информация о сроках и объеме финансирования реставрационных работ будет известна в начале осени. Главное, что первый шаг в, казалось бы, безысходной судьбе усадьбы Дюрингера уже сделан. Результаты положительные. Мы увидели, во-первых, такую трудоемко выполненную работу, прекрасную сплоченность команды, руководство ВУЗа и студентов. А самое главное, все можно увидеть и следить в глазах наших студентов, которые принимали участие в производимых работах. Вы посмотрите, у них глаза горят, у них стремление, например, взять там новый объект. А самое главное, это уже идет наработка практических навыков для подготовки ребят к самостоятельной жизни. Взаимодействие департамента и ВУЗа продолжится. Чиновники предложат студентам несколько тем для дипломных работ, посвященных объектам культурного наследия. Кроме этого, производственные практики в стенах памятников архитектуры продолжатся. Вопрос лишь в том, к какому объекту повезет так же, как и усадьбе Дюрингера. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.